Всем привет! Этим летом мы с отцом, так же как и тысячи таких же бедолаг, как и мы, купили снегоуборочник. Надеемся, что зимой, когда придет снег, мы будем на коне, будем фартовыми ребятами. Но радость, как бы, изменилась бы с горечью от выхода из строя. Сразу же после первого снегопада снегоуборочник приказал долго жить. Перестали переключаться передачи назад, потом мы потихоньку вперед. Вскрытие показало неисправность фрикционного диска. Его мы сегодня и будем менять. Из-за такой грошовой неисправности везти в какой-то сервис-центр специализированный снегоуборочник, я считаю глупо, потому что он довольно-таки тяжелый. И вы потратите полдня на то, чтобы его туда-сюда прокатать, еще заплатите кучу денег, чтобы они там его вам отремонтировали. Поэтому делаем сами. Давайте уже приступим, хватит болтать. И хотя это видео про то, как быстро заменить фрикционный диск самому, но не показать, что внутри снегоуборочника я просто не могу. Дело в том, что практически все владельцы снегоуборочников сталкиваются с неисправностями в них. И многие владельцы сталкиваются прямо сразу, так же, как и я. У меня, к примеру, полетел фрикционный диск, собственно, об этом и видео. При появлении неисправности я прочитал кучу статей, отзывов про снегоуборочники. Что интересно, продавцы и сервисмены, которые в сервис-центрах работают, отвечают, что якобы владельцы не знают и не выполняют требования руководства по эксплуатации к снегоуборочнику. К примеру, вот сломался привод, как у меня. Ну, виной тому владелец, он переключался на ходу или буксовал там. Даже в одном месте я где-то прочитал, что чуть ли не дрифтует на снегоуборочнике. Бред собачий, по-моему. Давайте включим мозги и посмотрим, что внутри у снегоуборочника. И может ли эта вся конструкция долго и надёжно работать. Двигатель 5,5 лошадиных сил – это не самый мощный двигатель. Есть ещё 6,5, 10 и так и далее. Но и этого вполне было бы достаточно. Напомню, 5,5 лошадиных сил – это примерно 4 кВт. Свою мощность двигатель передаёт на колёса, на шнеки и на вентилятор, который, собственно, и выкидывает снег. Так, мощность он передаёт посредством вот этих двух ремней. Вот первый ремень, зубчатый, который передаёт мощность на колёса и на шнек. И второй ремень, обычный, клиновидный, вот он. К примеру, на BMW похожий ремень приводит в действие генератор. Но там генератор всего лишь 1,2 кВт в прыжке. Вот такой ремень приводит в движение, похожий ремень приводит в движение генератору «Москвича». Там чуть больше 0,5 кВт мощность. Чувствуете разницу? 4 кВт и 1,7 кВт. Добавьте к этому ударные нагрузки, влагу, холод, снег, условия, в которых работает снегоуборочник. И тут уж ясно к гадалке не ходишь, что пара этих ремней долго не прослужит. Но всё же рекордсмен по ресурсу – это фрикционная пара. Здесь ресурс ничтожен маленький. Всё с виду просто и эффективно. Вот этот шкив, он же и диск, по которому двигается фрикцион. Вот это фрикцион. Крутящий момент передаётся под прямым углом на фрикцион. Потом уходит на промежуточный вал. И здесь подвох. Казалось бы, на первой передаче, вот как сейчас стоит, должен быть на колёсах максимальный крутящийся момент и минимальная скорость. Но, если вы обратите внимание, что фрикцион сейчас стоит практически по центру диска. И плеча силы практически нет. На пятой же передаче появляется плечо, и момент, который может передать фрикцион, становится гораздо больше. В этом и есть подвох этой пары. На первой передаче момент передаваемый может быть очень низким. Если вы катаетесь постоянно на первой передаче, пытаясь аккуратно работать со снегоуборочником, это его и убивает. Ездите на второй, на третий. Вот хотя бы вот вторая тоже по центру. Хотя бы третья, четвёртая. Колёса будут буксовать, но при этом фрикцион будет жить дольше. Если посмотреть на вот этот изношенный фрикцион, видно, что он асимметричный, потому что он в основном работал на передних передачах. И видно, что из него вырваны куски. Можете сделать вывод, что сначала начнут пропадать задние передачи. Вот они. Потому что фрикцион уже стал кривым. Потом начнут пропадать первая, потом вторая, и так и далее по возрастанию. Долго тянуть с заменой фрикциону не советую, потому что пострадает вот эта поверхность. А это уже будет более дорогой ремонт. Вы только не подумайте, что всё, что я сказал, это только с этим снегоуборочником конкретным, связанным с Хинтером. Хинтер неплохая марка. Вот это фрикционное кольцо, оно используется в 95% легких снегоуборочников, как мне сказали в магазине. В остальных 5% используется кольцо чуть-чуть побольше, но принцип тот же самый. То есть склонность к выходу из строя абсолютно такая же у всех снегоуборочников. Так что советую при покупке снегоуборочника сразу же в этом магазине попросить запасной фрикцион, а лучше 2, и ещё комплект ремней сразу, чтобы потом не терять время на их поиски. Вот этот фрикцион стоил 350 рублей, такой же побольше стоит 400, чтобы вас не надурили. А то в некоторых магазинах пытаются впарить этот фрикцион, вот это простое резиновое колечко, за 2000 рублей, представляете? Переходим непосредственно к смене фрикционного диска. В руководстве по ремонту, который я нашёл в интернете, написано, что нужно кучу всяких операций сделать, слить бензин, слить масло, пол снегоуборочника разобрать. Это ништяк, конечно, для сервиса центра, где оплачивается норма часы, но нам-то надо быстрее всё это сделать и дальше кидать снег. Поэтому достаточно вот так, градусов 50, поднять снегоуборочник, если бензин не полный, бак, он не вылится. Масло тоже никуда не денется. И с карбюратора, если не сильно поднимать, бензин тоже не вытекет. Вот так поднимем. Дальше снимаем колёса, это уж очень просто, я показывать не буду. Снимаем картер. Картер крепится шестью болтами М6, это просто. И видим непосредственно внутренности, можно сказать, коробки передач снегауборочника. Дальше откручиваем вот этот болт, стопорящий подшипник. И снимаем вот это стопорное кольцо. Оно снимается довольно просто, если у вас есть вот такие плоскогубцы специальные для снятия стопорных колец. Вот оно разжимается, вот здесь стоит. Просто разжали, сняли. Всё. Берём молоточек и выбиваем через заправку ось. Дальше выбираем зазоры, для этого вот этот вал легонько подаём сюда, у него есть ход. И снимаем подшипник. Подшипник легко выбивается, там в принципе прессовая посадка достаточно слабая. И снимаем фрикционный диск, вот он так был собран. С оси. Достаточно легко тоже снимается немножко. Вот здесь вот надо рычагом поработать, коробки. И, собственно, разбираем диск. Здесь тоже 6 болтов М6. И получаем доступ к фрикционному кольцу. Это новое. Вот старое, которое было снято заранее. Видно, что здесь очень сильный износ. Куски вырваны. Дальше просто собираем всё в обратной последовательности. Никаких хитростей больших нет. Ставим обратно стопорное кольцо. И, в принципе, на этом всё. До свидания. Пока.